Да вы, блядь, дебила, нахуй, не понимаете. Ну и нахуй ты всегда зовёшь остальных за собой. Ну просто быстрее это выходит намного. Ну, ходи быстрее. Я, пожалуй, по своему пути уже. Это, короче, как в этом, да, как в БК Инсте, в этом, нахуй. Да. Я не знаю, я у себя в хилботе такой, настройки, ебать. Излечение, нахуй, новый дебаф, блядь, семя порчи, добавить, всё, нахуй. Я теперь всё показываю, как вкуснет вашу воду, как работает. Да то же самое. А ну изи же. То же самое, а ну изи, вот так же. Чё в этом стоите, поднимите, паталан. Чё ты там лежишь, поднимайся. Нажмите на портал. Пиздец, ну, ну, блядь, ну, пиздец, да. Блядь, надо место для семечки. Ни суммонти. Я тут. Всего, наверное, блядь, семечку куда-нибудь в очко, вот сюда вот. Да, блядь, полетит тогда. Надо куда-то близко к кресту. Сколько, ну, в АУЕ урона был у бесов? Сколько раз, что? Углы есть, углы есть, два угла есть. Ну, блядь. Ну, блядь. В него будет тогда лететь метеорит, в углы побежит. Значит, ближе. Вот, ближе просто. Сколько взрыв? Четыре метра. А, четыре метра хуйня собачка. Вот, я поставил квадрат, семечком туда убегай. Это взрыв бесов четыре метра, а семечки десять, да? Какая разница к радиусу семечки, если он не взрывается? А, ну да, бесов четыре метра всего. Главное, чтобы бесы своим взрывом не заливали семечкой. Бегай. Для этого видишь, бесы должны стоять прямо в боссе. Они у нас зачастую бывают, что... Да, четыре метра это же вообще хуйня там. Блядь, вот такой мизерный рэйн, рэйн. Сейчас, рэйнш четыре, блядь. Ты не можешь, только десять. Шарик вот такой вот, четыре метра. Вот, блядь, я стою, я уже ни до кого не достаю. Прикинь, какой-то маленький рэйнш. Как ты? Ты дистанция обвезел бы, это сколько? Бесы, типа, бесы просто так стоят. Разрозненно иногда. Ну, в общем, суть в том, чтобы вам отойти. Квадрат это много, это нормально, этого хватит. Даже если один бес взорвется, это ничего страшного. Это не четыре. Убегайте туда все, кто с меткой. Вот и все, я буду говорить, кто с меткой. Ну, не с меткой, а с семечкой. Да, с семечком. Я буду говорить, семечки ринковать, а вы убегаете. Ну, если вы РДДшник, и который стоит кристалли в луне, просто стоите дальше и не парьтесь. Вы там, конечно, латаете урон, но я вас посчитаю, буду удерживать. Субы там, блядь, давайте, и башите. То есть, там баф. Да, ооо. Баф, баф. Да, сотрял убийство, там уносили семечки, по крайней мере. Похожу, не паял. Ну, поехал, поел уже. Все, сейчас подсчитаю и поехали. Сюда я учат. Пять, четыре, три, два, один. Семечка, Коба. Мункер, Веш. Подстан, подходи все равно, давай, локал, семечка, я держу тебе щит. Так, я выхожу. Семечка на мне, я выхожу. На мне тоже было. Во, это прохидывая. Метка. Семечка, Кона. Слит семечка. Семечка, локал. Подаван развалится, прожмись, 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 подаван. Жмусь, жмусь. Вой, да съела. Дай Берка. Угу. На тебе семечка, Катя, на тебе семечка. Выхожу, Бердала. На тебе лапку. Катя, нажми хилку. Вой, семечка, Войда, на кулак, держи. Кона, семечка. На мне метка демона. На мне бесы. На двоих повесилась метка теперь. Рядом стояли или что? Да, там в него. Локал, когда выходишь, скажи. Хорошо, хожу, ты встал, вообще не там. Бесов сейчас побьем. Если не там. Семечка, слет. Примол. А куда я должен был выиграть, выиграть? Тоже в треугольник, что ли, или что? Семечкой ты выходишь. Какой семечка на лимит? Ты должен был в трусах стоять. Так ты ж там стоишь. Я там встал после того, как ты встал рядом со мной. Я, короче, понял. Это залупо, брат. Мне появится метка, я сверю, в треугольнике ты стоишь ты. Я выбежал. Че не так? Че у вас сейчас оставалось? Рейс не Катя будет, да? Сейчас я выбежал. Ты выбежал раньше. Ты выбежал раньше, и я оказался в треугольнике. Я прошел мимо тебя с меткой. Сейчас дашь мне это, ассист она будет. Я стоял возле босса, на смысл беру, на мне дебаф. Я выбежал. Ой, ты предлагай дельные какие-то вещи. Я тебе слушаю. Я сейчас дельные предложу. Ну, предлагай. Сейчас я просто переставлю метки. Ну, ты мне скажи логику свою, объясни все, что ты пока что говорили, а тебе я контраргументы говорю. Нет, нет, логика в том, что треугольник и крест оказались одинаково удалены от босса настолько, что и туда, и туда кидаются длань. Как они могут одинаково? Ты нормальный же человек? Ты можешь посмотреть взглядом, что там намного разных. Значит, все остальные были ближе к боссу, чем я в треугольнике. И в меня кинулась длань. Так, а в чем проблема мне сказать, на меня кинулась длань, сделай метки подальше. А я что, я тупой или что, я не понимаю? Нет, при чем тут это, я тоже не говорю такого. Просто такой, сейчас я расставлю метки заебат. Ты скажи, метки недостаточно далеко, а я их передвину. Вот сюда, где я стою примерно, поставь крест. И параллельно так к луну дальше. Так, ну, а чтоб трусы не заражали никому. Ну да, они не должны. Просто, что можно выносить вообще? Главное, чтобы идти на ком семечко, не выбегали, непонятно куда, потому что выбегают хрен по имя куда. Некоторые нужно выбегать, но вот стоят треугольник. Квадрат стоит в квадрат и выбегает. Не нужно выбегать в другое место. А почему мы именно, типа, вот так вот к той стене танчим? А что, если поставить метку вот сюда одну, а другую вот сюда? Проблема в том, что когда вот здесь стоишь, бес падает, и он оказывается на вот этой платформе. Ты его хуй оттуда снимешь, только притяжка. А я уже видел, как вы притягиваете. Ну вот сейчас, это, кстати, пофиксит проблему, то, что у нас было. Вот на мне, когда крест здесь был, кинулся бес, и он вот как раз на этой говне, на этом стоял. Это не фикс, это типа ландшафт такой. То есть, я еще не сделаю. Ну, сейчас типа проще будет, то, что у нас с крестом сделают. Они вроде должны. О этом разницы нет никакой. Типа, в какой-то стороны. Это специально так подальше, потому что они точно дальше, чем... Ум, семечка в квадрат, семечка в квадрат. Я не успеваю даже говорить цели, потому что семечек много на самом деле. Я, блядь, сижу на хиле и начинаю пропускать людей эту семечку. Мне кажется, семечку люди должны сами смотреть без вот этих анонсов, потому что... Понятно, понятно. Сами, где у вас премиум, туда смотрите, увидели семечку, вышли. В квадрате есть... Слушай, где рыбал? Вон в зеленый этот угол, можно где свечки стоять. Перепейте сопроты. Кстати, есть сопроты. Ну, типа, я понял одно, то, что там, короче, если прожать на восьмой секунде, то бишь, после сразу, после девятой, сразу восьмая, и там, короче, проходит зеленка, и, короче, он тебе обновляет стак, там, на 0-0, ну, на 0-1, короче, секунду, он обновляет все равно стак, там чуть-чуть надо задержаться. Да это уже твои танковские проблемы. Да, да, ну, типа, чтобы вы там, если кому-то будете там объяснять. А поманить все нормально? А поманить все ок, тут по прохилу не успевают. Еще надо, у нас тапа инера есть, отменяем. Плохо разносится метка, надо просто разобраться с метками, с их разносами, будет все гораздо проще. У нас там 2-3 человека заражаются, там кто-то не успел взорваться, вынести. Видите, еще прикол в том, что если вы нормально следите за собой, то есть, если на вас висит мой щит, и у вас есть семечко, вы можете, в принципе, не отбегать. Но когда щит сломался, то убегайте лучше. Просто если кто-то не может за этим следить, просто выбегите тупо и все. Что, этот, давай, наверное, с пула дадим. Это единственный момент, когда мы реально можем сжаться и... 148 голд фласса с аукциона. Сколько? 140? 148. Да, хорошо, давай, билл с пула. Стоя под бесов хотел, типа, начинать сюда. Ну, больше там нужно было. Ну, просто я, потому что, типа, логика такая, что мы просто успеваем больше влить в босса. Я понял. Все, все готовы, бафы все есть. Если щиток живой, можете стоять, не убегать. Но если щиток лопнул, просто за этим сложно следить. За ее очищать. Кона, на стой, выпей, Кона. Пять, четыре, три, два, один. Давайте, Геро. Семечка лопает, нормально. Семя новая полетела. На мне. Ладно, постою пока. Или пока мобов нет, вы можете с семечком. Они уже есть. Я знаю, я просто объясняю. Кать, на тебе семечка. Угу. Кона тоже семечка. На мне метка. Хожу, иди оттуда. Ты сейчас метку получишь, демоническую. Заебать. Квадрат, квадрат для семечек. Квадрат, квадрат еще раз говорю. Квадаван, одержим, не роняем. Монки семечка, беги, наверное. Квадаван, прожми, себя разваливает. На мне медитация. Я пошел. Прохилил, давай, беги. Я пошел. Давай. Кать, семечка. Угу. Пошла. Ну, у меня тоже семечка, и что? Стоим, все, просто стоим, все. Все ок. Сразу приглашать, уходим. Боярис бы, уходят, уходят. Уходят, уходят. Слить на тебе семечка, если что. Пока стой. Держится еще щит. Падавана, прохиливаю. За что я тебе скажу, убежать слить? Медитацию захиливать. Ну, блядь. Убегай. Блядь, меня убило. Всё. Убегай. Блядь, у босса еще нахуй хп. Пиздец. Мы в него вообще не дамажим. Уходи, уходи. Все сдохли. Койл-то хилит, а дальше-то я не могу хилиться. Ну, ты вышел, кастанул свой эфир, потом съел шар, потом кинул койл. Да, дал пару этих, потом опять шар, потом опять пытался дать. Сейчас вытягивание жизни. Давай не поднем шкаф и будет быстрее. Я поэтому сейчас вафлика спекнусь. Понятно, что сложно в комнате, никто не спорит. Не, я сейчас вафлика спекнусь, короче. Ну, он все-таки в комнату кидает только вас, то есть кто далеко стоит, правильно? Да, да, правильно. Пока еще не было ни разу такого. Значит, у него логика такая, что на тех, на кого метеор, на того и комнату. Хожу, выходи, пожалуйста, с меткой со своей, с семечком, выходи в квадрат. Не нужно убегать далеко, ты сейчас опять чуть не полутал метку демона. Проходя мимо меня. Даже если в семечке кто-то один стоит, все равно идите взрывайтесь, если у вас, видите, что у вас таймер уже почти. Вы вдвоем взорветесь, но не весь рейд. Да, не взорвутся они там, семечка заканчивается, она не взрывается. Поэтому все, кто с семечками встают в квадрат. Там не такая логика на того метеора, на кого метка кинулась. Тот, кто дальше стоит, на того кидается метеор. Когда я сейчас стоял в треугольнике с меткой демона, никто, все остальные ближе к боссу стояли, чем я, вот и все. А ты зачем, кстати, в треугольник встал? А, чтобы тебя не убило, да, с метеора? Потому что сказали, на кого кидается метка демона, стоите в треугольник. Ну а это тебе сказали, потому что тебя убивает, меня не убивает, я спокойно с меткой стоял в луне и получал урон от метеора, который он кидал с беса. Мне вообще было беззаразницы. Нет, я не про эту логику, я про логику, на кого именно кидается метка демона. Она сейчас кидалась только на вас двоих. Вот, может быть, логика в том, кто дальше стоит на твоей кинется метка демона, нет? Ну, пока это было так, что да, мы стали дальше всех, но нас и кинулось на меня первого, на него второго. Войд, у тебя за весь бой последние 12 тысяч победами. Я только не бил, потому что... Так, а что ж ты не бьешь? Не просто... Надо кого-то третьего РДД, чтобы меняться с тем, на кого метка демона повесилась. Чтобы тот, кто с меткой ближе вставал, а тот, кто без метки встал, допустим, на крест или на лоб, поменял его. Бля, это ебать сложно, как, допустим, хожу, даже если будет бегать, так пиздец как сложно. Как сложно, ну, поменяться местами сложно? Сложно столько команд в один момент выполняют. Так, не надо команду, просто он заменит человека. Да нет, ему просто нужно будет заменить одного человека только. Только одного. Ну, если он путается с квадратными метками... Ну, хотя, да, если он путается с семечком, то его не стоит. Пускай, пускай тогда он стоит, наоборот, в кисти, а я его поменяю. У нас ДПС не хватает или что? Да нет, да. Выжить не можем, выжить не можем. Алёна, у нас ДПС умирает. Удвоем нельзя сбегаться, когда с семечкой, вот и все. С семечкой можно сбегаться вместе, с меткой демона нельзя сбегаться вместе. Почему убежал, потому что там уже стояли. Это... туда можно сбегаться. А если в три килла? Так, пойдемте сейчас... Вот дайте сейчас минуту тишины, хожу, смотри. Если тебе вешается семя порчи, ты можешь вставать с тем же человеком, который есть семя порчи. Я уже это понял, все. Ну так и вставай, все, с меткой демона нельзя стоять вместе. Просто ты опять сейчас выбегал с порчи в сторону метки демона. Ты объясняй, потому что я думал, что с семечками нельзя вместе стоять. Все, ну все, теперь ты понял, все хорошо. Так, ну ладно. Что Вадим хотел сказать? Я предлагаю Шамиля спекать в танка, потому что не всегда получается снять стаки. Да, бывает просто 0-1 секунда и он обновляет. Ну как, что мы тебя прохиливали, типа не в этом проблема. Когда ты сложишься... Когда ты сложишься, тогда я скажу, да, давайте в два. Сейчас мы тебя нормально прохиливаем. Просто ты прожимаешься, вот у тебя не получилось. Да-да-да, вот, вот именно, когда у меня не получилось... Блин, бать, ты прерываешься, когда ты говоришь. Да интернет лагает. Не, Войт, стой, все равно в кресте. Потому что хожу в комнате, ну, сложно убить этого беса. Тебе полегче будет, ты можешь корни кину и тебя прохилить. Вот. Так что если шло, то просто стоим, мы тебя будем стараться поднимать. Других вариантов у нас просто нет. Нету метеора, нету дебафа. Там пламя кидается дебаф, я не шарю от кого. Оно диспэрится. Даже могу попробовать ее диспэрить, но не вижу смысла. Так, бес. Ну вот. Так, что там, все есть бафы? Смотрим. На последнем файте я вообще не слезал с мобов и даже в боссы не бил. Плюс я массовый дебил. Мобов все, чем быстрее все свищницы тем быстрее боссы опять все будут бить. Ну тогда в самом начале вливаемся к оба в босса, а потом просто мобы. Все. Ну да, под БЛ. Пять, четыре, три, два, три. Только пожалуйста спиной его. Бел, был, был. Геру, 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 геру. Семя полетело. Сок. Он кастует и поворачивается, не волнуйся. Сука такая. Ты можешь не убегать пока щит живой. Он кирвеж. Мобы пошли. Считаем. Я дал новую. На мне метка демона. Все, прохиливаем. Семечка на Войди, на Кона. За что? Войди подхиливаем на фулы. Хожу на тебе, семечка. Все, отлично. На мне медитация, прохильте пасту. Похиливаю, давай, давай, заходи. Щит давай, что я зашел. Дал, дал вроде щит. Семечка на Катю. Пошли на Катю. Слит на тебе, семечка. Можь бабл нажмешь. Да он стоит по КД в квадрате уже. На полно. А Катя есть Масхил? Да. Сейчас вызову. Даем. Что-то было куда хуя бесов, бейте бесов. Ща ща ща. Скоро медитация будет. Вот есть хилка, нажми. А я умер, бля. Меня бесы съели. Ну я ушла, я вот с семечком выхожу. И у нас один кого-то повисит. А это злобный бес. Это те, которые появляются с семечек. А как он появился? Ну вот кто-то не выбежал. Я щас семечку. Может с подавана появился? Не, 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 не. У меня не было семечки. Я без боя смотрю чисто в дебафы. У меня семечка отбила и появился бес. Не вставайте. Просто кто-то могу втолкнул в квадрат. А в квадрате метку выносит. Ну короче, смотрите, у мобов очень тупая механика. Они появляются и они могут своевольно, типа, подойти впритык, только начать кастовать. Либо они могут прямо возле того места, где они прыгнули, прямо там хоть кастовать. Вот да. Потому что они на ранже встают, это неудобно. И, типа, тут не влияет на то, кастуешь ты или нет. Типа, я стоял, не кастовал, они падают на меня, отходят от меня один шаг и встают кастуют. Тупо не в боссе. И нам с Кобой пришлось бегать к ним и не бить босса. И то, когда на меня падала семечка, мне приходилось убегать и Коба в одного их бил, и в итоге, ну, почти никто не бил беса. Ну, короче, у Беса, у Беса в этом, внутри, в портале, у него там почти 180к хп. 160. Ну что, ты получил с тебя его разъебать? Чуть-чуть больше половины хп. Меня метка сжирала конкретно. Она там получается, как я понял, она в секунду снимает по тысяче хп. Я это люблю как бы ези в портале, мне не сложно. Я даже с отхилом, конечно, но не получается. Мощный, я уже сказал, 3к хватит, блядь. Конечно, когда ты приходишь, 4т4, дц, блядь, одетый на 245 ловел. Я понимаю, это другое дело. Тут еще важно, чтобы бегать. Уже более-менее бегаем, но все равно. Глобный Беса есть, значит, кто-то взрывается. Ну, посмотрим полученный урон. Джикс есть? КТ. 20 минут, блядь. От стрелы лутают. От дикого только шар, от злобного. У нас как бы по хилу там, блядь, до хуя мы даем. Не сказать, что мы там сладко. Не, по хилу, наоборот, все хорошо. Вот не считай тогда как-то появляются большие бесы. Ну, как с тобой всегда так. Ты типа развалишься какой-то момент сильно, но это нормально. Ну, там 10 стаков там не было. Полученный урон, но уводит, конечно, на первом месте. Дикий Бес по тех, охуярил. Там, получается, прикол в том, что ты появляется... Полученный урон у меня 180 тысяч полученного урона от метки. Мы тебя не видим в комнате. Ну, вот я тебе о чем говорю, что метка тебе в комнате очень нехило дамажит. Блядь, ну я не знаю даже что придумать. Она усиливается. Метка демо на 50к. Блядь, мы просто не можем, сука, первую уже комнату пережить. Вот в комнату еще там туда-сюда живем. Дальше все начинается какой-то пиздец лютый. Короче, я не знаю, надо сделать, что он бы лучше зашел. Надо как-то сделать, чтобы челик с меткой не ловил метер. Вот и все. Валеру тоже за кого-то ставить, даже если бы он был. Да, метеор тут, метеор с меткой тут вообще ни при чем. Ну, смотри, когда она тебе меткой висит, и тебя кидается в метку. Тебе легче хилить? Ну, меня все равно прохилиют по тем, как я в медитацию вижу. Ну, так без метеора легче, наверное, хилить, да, метку? Да, это понятно. Вообще без разницы. Проблема в том, что все начинают умереть. Тебе метка сжирает внутри, тебе снаружи без разницы, наверное. Ну, внутри-то это понятно. Тебя и так хилят по-любому. Ты представь ситуацию, мне надо было заходить в комнату, нажимать на медитацию. Кидается метеор, у меня ноль хп, блядь. Так ты перед медитацией вперед шаг делай, потому что второй человек ловит. А второго человека не было. Ты тоже в комнате был. Значит, нужно было крикнуть об этом. Значит, надо третий человек, наверное. Странно, что сразу две комнаты, в кого, мне кажется, не должно быть. Нет, там один выходит, а другой заходит. И второй заходит. Да, потом у третьего кидается. Просто надо с комнатой привыкнуть просто разобраться. А когда начинается комната, все, там постоянно кто-то в комнате сидит. Просто видишь, в чем еще прикол? Я-то гоняю его фиарами, а сфера появляется на том месте, где я его ударил. То есть, получается, он стоит, например, возле двери, я его ударил, а я стою в противоположном конце. Я его ударил, вот там, где он стоял, там появляется сфера. И мне приходится найти, а пока я иду, я получаю урон отметки. Да, понятно. Надо рядом с этим фидером. Ну, типа его шп изи закроет. И, наверное, какой-нибудь пал изи его закроет, я думаю. Ну, ретрик, я думаю, закроет, но не факт. Про комнату? Да. И если что, выйдет можно. Каким образом? Ну, паладиновским этим. Баб. И она потом еще долгая. Бабом, разбойник вообще два или три раза выйдет. Бабом или Бабом? А если Монки будет притворяться мёрзжером? Бабом. Бабом. Как это Пало нужно ставить? Ну, тогда нам надо просто, чтобы Пал тогда выбегал в самое очко куда-нибудь во время того, когда будет кияться меткая. Я не видел, ДПМ показывают или нет? Тогда у нас Стана не будет. Тогда у нас Нихуя не будет. У нас Слит может давать Браз Стан. Давай Айси Холли Пало поставить, нет? Он же тоже Бабл есть. Так он вредит, брат, он убьет. Холли Пало в комнату, ага, ты че? Так он жил за его едет, он же говорит, нажмет Бабл. Может поставить первого Слита, а потом второго Кобу, а потом уже как пойдет. А нахуй Кобу ставить? Кобу не надо, пусть он клевает стоит, ему вообще нельзя. Да, ему лучше один раз завидеть комнату, чем он просто пропадет в комнату. Правильно? Он что так, что так, типа кто-то проебется у нас в комнату. Если ДПМ показывают, я не заметил. Типа просто на время, когда он кидает, выбежит. Прожать Бабл. Я только не понял, Бабл, когда на тебя ДПМ прожимаешь, он спадает. И все. Кона, каким образом выведится? Бабл в комнате или Бабл, когда на тебя только метка бросилась? В комнате, в комнате, в комнате. Я вообще не фигуриваю, нахуя его в стол, стали танчить, его танчили, где он стоит, нахуй. А какая разница? Ну так-то никакой, блядь. Как сделать так, что в метку не кидал? Если его в центре ставить, там может быть, что свечки будут мешать. Нет, нет, где он стоит, там и надо. Нет, какая разница, у меня висите? Нужно сделать, чтобы чайник с меткой не ловил метеор просто, кто-то другой должен встать. А это дело не в том, что... Ну да, я должен хожу, например, встать. Ну так это давайте организуем как-нибудь, мы уже сообразим до этого или нет? Думаю так это говорить. Ну, просто ты сам знаешь, что тебе сложнее захиливать. Ты туда должен, ну не один щиток кинуть, щиток, блядь, кд 15 секунд. Просто есть вероятность того, что человек, который третьим выбежит ловить бесов, он поймает метку демона. Типа, что он на него кинет. Он её покидается в комнату ведь. Кд минута метка. Ну, просто, Войт, давай так, ты когда встаёшь в трусы, ты говори, хожу сам, типа встань в крест и всё. Типа, от тебя зависит, ты когда сам на себе добавку видишь. Ну, ты в трусы прям не вставай чуть подальше, потому что, эээ, ну типа, милики у нас не прям стоят в черепе и даже не за черепом. Бывает, что заднее. И ты вот в тот раз забежал, допустим, на трусы и в меня сразу демоническая метка повесилась. А я, типа, в упор не могу стоять, я сзади стою босса немного. Ну, тогда ты стой не сзади, а ближе к... Ладно, давайте поставим на щене метки. Давайте поставим на щене метки стоять. Так, на чём мы сейчас остановились, как мы сейчас делаем? Тебе, если что, Войт крикнет и беги в крест вставай. Ты просто стоишь оттуда и дамажишь, больше ничего не делаешь. Вот так. А до этого момента ты так же бегаешь квадрат с меткой и всё. Что, дай приступав? Пока тебе, ну, не попросят Войт встать в крест, ты всё как обычно пока делаешь. Сколько встал в крест, всё, ты там навсегда. Ну, стоишь и ждёшь, пока тебе не скажут, что идти. Да. Ушёл обратно, возвращаешься. Да. Уйдёшь и то только если на тебе нет метки демон. Это очень сложно. Ну, чё поделать, блядь. Долгоног просто так не добывается. Да. И сейчас убьём, и он золотая долгоногая. Да не убьём мы сегодня, что-то. Я уже вижу, что не убьём, но надо всё равно. Такие цифры тогда выдавать буду. Так, ладно, шо, давайте щас щас счётуем. Спокойствие. Держался, если чтожи. И Бера два есть. Три. Бля, короче, я буду Войта вызывать её. Коно, коно, ты где коно? Коно, ебать, коно. Понятно, что. Чё, без одного? Да похуй, трава. Потом подойдёт. Двойка тебе, нормально. А, Геру, да, забыл сказать, сорён. Пожжу на тебя, если шо, метка. Ты можешь оттуда ставить дамажить, в принципе, вообще норм. Слышишь, Манки, ты можешь либо в синей метке отойти, либо в противоположную... Коно, ты не умри там. Коно умирает? Сейчас умрёт. Демоническая метка на коне. Да? И там билсы появились возле двери. Они представляют. Сука. А мы не можем забрать, потому что... Ну всё, пойдём к выходам, уж у кого-то там. Кинь лог у кого-нибудь, рест. А диван от КД шёлся, подожди. Нет, нет, нет. Туда этот, понял. На меня диванки были. Учего. И если у него средства. Мы родились, зуб. Где Кон, куда пропал? Шамиль. Тут вылетел, предупреждайте хотя бы что-то. А его в дискорде нет. Его в дискорде нету. Ухода вылетел. Он, как и вчера, у нас везли. Малкий бебет. Малкий бебет. Мы бы быстрее тебя отработали. Убашку мне брал. Убашку мне брал. Убашку? Бой, ты? Нет? Нет. Да хуй за это. Может хожу сразу, пусть станет квадрат. И всё. Пока рыба стоит, ешьте. Я с семечкой выбежал. Да я понял. Я предлагаю вариант, что ты, блядь, сначала боя стоишь в квадрате. И всё. И нахуй тебе стоять совсем. По идее. Понимаешь ещё в чём дело? В том, что если кто-то будет менять челика на дальней метке, куда метеор летит. И если он будет с порчей, то придётся кому-то другому выбегать. Да, метеоры, порча, это нормально. На вас же сейчас кидалось, всё ок там. Урон вообще визерный. О, он живой. Там 20000, что ли, где сколько? 40 там, одамаживает. Но там за долгое время, то есть тикает там хуйня по 2000. Ну да, в принципе, щиток чё там 10 тысяч должен быть. Я просто предлагаю, может быть, хожу сразу встанет в квадрат, и там, блядь, весь бой простоит. Ну пока его в кресле попросит встать. Чтоб ему не бегать. Ну да, имеется в виду. А, в плане порчи? Ну да, можно. Да, да. Он всё равно ордогаш. Вместе с Леслидом, да? Ну вот я не знаю. Блядь, мобы когда-нибудь бегут туда. И Монки может там же стать, потому что Монки, ты стоишь прямо возле трусов не стоит. Там я же сказал, отойди либо в сторону треугольника. Ой, это квадрат. Да я знаю, я буду отходить. Давайте попробуем, РДДшники, встать в квадрате и никуда не бегать. А милики остаются в черепе. Посмотрим, мобы как себя будут вести. Может быть, им вообще будет похуй, потому что они на боссе будут сидеть. В черепе стой. Нет. Ты встаёшь в квадрате. Что ты путаешь, людей? Все РДД, то есть хилы РДД. Встанем в квадрат, сейчас на милики останутся в черепе. По идее, даже с другой стороны, если, например, между квадратом и луной босс стоит. Ну, допустим, мы стоим в квадрате, босс в черепе, и после этого черепа метка, в которую всегда летит метеор, то, по сути, мобы так и так будут бежать в сторону. Ой, 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 блять. Простите. А как ты вылез нахуй? Пошел вон! Дай кому-нибудь Я воину сейчас дам SS Да я ушла уже Вышли уже А как он вышел сюда? Может он его здесь отпиздил? Мы его заебали уже наверное Посмотри какая у меня логика Что если те кто лутает метеорит Стоят далеко, но на другой стороне Допустим вот здесь Сейчас метки поставлю Допустим вот здесь Стоят те кто лутает метеорит Босс например держится в центре А мы стоим в черепе Но ближе чем лиловая метка По сути мы не ловим метеорит Мы не стоим в боссе И если появляются мобы в ромбе То они бегут через танка То есть он их в любом случае станом цепляет И они там умирают Типа мы тогда не стоим И не ударим Я же тебе объяснил что логика бесов У них очень тупая Они могут добежать до танка И встать в мире А могут не добежать И стоять хастовать где-то вот издалека Ну а какая разница с РДДшниками Они где угодно будут дамажить Смотри Нужно так чтобы РДДшники ловящие Бесов стояли не шибко далеко Я почему стою в центре Например Первым агро всегда Ну в большинстве случаев от бесов получаю я Допустим если я стою здесь Или с той стороны А бесы останавливаются возле меня Допустим Вот тут вот В этой стороне там Кругом Они не в центре короче Вот здесь еще бывают Сейчас прикол в том что Вот если летит метеор в луну То бесы появившись Даже если побегут на квадрат Они побегут через череп Типа им дадут стад А там их убьют Но если бесы Если метеор падает в крест То бесы могут побежать в квадрат Как бы через бок Вот в чем проблема Что я сейчас думаю Можно трайнуть и посмотреть Что будет А если тогда допустим Если мы в центре босса поставим Станем в луне например Чтобы через нас бежать Вот я еще и говорю Чтобы типа Метеоры стали далеко А мы стали чуть ближе Но тоже на расстоянии от босса Чтобы между нами и метеорами Был босс Метки туда будешь менять или так же Попробуем Давай я предлагаю А ты посмотри Картинки в дискорде посмотри Может как Идеи будут какие-то Я скину Вот у меня вот такая идея Сейчас вот допустим Здесь там будет босс в квадрате Давай череп опять поставим Допустим Вот Вот Кто ловит Метеоры Смотрите Вы стоите вот здесь Близко сильно А тут прямо дву ворот Вот прямо тут В любом месте Нет Да не в этом суть А ты так хочешь Вот тут и вот тут Просто чтобы удобнее было Перебежать Сразу всем на позиции встать Если вы здесь будете ловить Там надо будет за босса забегать Хотя похуй Можно и так А ловить А ловить Через вот эту полоску Вот допустим Да Здесь в лиловой стоит Априлокал В печеньке стоит У нас void Вы ловите метеориты Чуть кривовато Немного не так Мне бы предложил Ну Чекай картинки в дискорде Там все нормально написано Понятно Ты че хочешь То же самое ему предложить? Я не понял что-то Ну вот я предлагаю Смотри Сталкуется в черепе Стоят ловят метеорит А Мы что-то прохилить Нихуя не сможем Угу Далеко слишком Ну Тогда хилы просто бустанки Блять Ну тоже хуйня идея Дай я си становой дэ Поставлю Предложу Ну ты предлагаете Слушай Вот какой Ты дай просто я расставлю Чтобы проще было То тебе буду объяснять Куда Где Куда Так Сейчас Коба Ничего не стоит Не делает Блять Ну нахуй Транж такой Ебать Я все равно достану хилом Попу можно и начали комната стоять Вот Блять Раньше Моего хила Охуеть Как далеко я через всю комнату могу хилить Теперь У тебя даже чуть поближе У тебя даже чуть поближе В треугольнике В треугольнике Мы с локлом В ромбике И в кружке В квадрат И в крестик Выбегают С семечкой И все остальные хилы Стоят в этом В черепе Транж Там же в черепе А Коба зачем треугольник А чем это отличается от первой В одного Кобу Только прилетает длань И он Под печатью повиновения И С агрилкой Танковской И хуярит пять бесов Вот Его захиливают И метки Этот Как В ромбике И с этим С локлом Я стою в кружке С ромбик То есть Коба должен один Убить мобов? Да А то что они Кастуют И автоатакой Бьют Есть Блять Сколько они бьют Куда они его уничтожат Моментально Их много там Мы вдвоем И то с ним бьем Мы босса будем всю жизнь бить Угу Вот именно Можно Короче Ну вот так вот убивали Ну там Одну ешку сдашь И все Просто вот там Четыре беса Которые каждый По две с половиной тысячи Кастует Это влетает У тебя получается Десять тысяч Плюс дота вешается 1250 на 3 секунды Не знаю стакается ли она Частица Там стакается А нам прям Всю панель дебафов занимает Частицу вешали И все Так Ладно частицы Практически шотать будет Плюс они когда взрываться будут? На нем будет этот дебаф Урон Ну ты хочешь Типа я не знаю Мне кажется Коба заебется и любить Ну я о том же что типа их будет очень много Коба их тупо не сможет всех убить У Коба не будет кливов босса Это супер хайл Да не Пустим клив Сколько там хп у мобов? Я не знаю По тысяч сто наверное Так одну ешку сдать А один Какой нибудь град Локовский И одну грозу И все Нет у мобов Мы сейчас ПТХ 6 человек кливаем У нас иногда бывает Что Весы не успевают умирать Как Коба один их зальет Я не понимаю Даже мы пройдем не зальем Да блять Просто Трай устроите один Как он говорит и все Лучше что то показать что Атактика не рабочая в смысле Ты думаешь Я хочу чтобы Я хочу чтобы Челики в которые Кинулась метка В кружок И в ромбик Отбежали И Метеор продолжал кидаться В челика Который еще дальше от меток Стоит Чтобы не прилетал Метеор в ромбик И в кружок А так как Ты хочешь чтобы все метеоры Летели в Кобу Можешь кого Кого угодно туда поставить Можешь ханта туда поставить И пусть мобы в центр Бегут к вам Ну а ты понимаешь Что метка демона Кидалась Сейчас только в нас Потому что мы стояли На большой ранже Получается Метка демона кинется В Кобу Значит Кобе Уйдет в медитацию Кто тогда будет держать бесов Он через минуту Так уйдет в медитацию Станет в ромбик Или в кружок А кружок или ромбик Станут в треугольник И все равно Кто будет держать Кто будет держать бесов Бесы Ну Если вы хотите чтобы они В центр к вам убегали Никто их не будет держать Будут на танков Так же бежать и все А какая разница С Тогда С Кимпом Жене Все равно Смотри В любом случае Весы забегут в центр Кинулась Кинулась метка На Монке Допустим Он стоит в треугольнике Я стою в ромбике Я меняюсь с ним местами Он стоит спокойно И метеор Прилетает только в треугольник Всегда В самую дальнюю цель Метеор прилетает И Монке стоит спокойно Его захиливают И все нормально будет Ну и пусть тогда я Тогда стану Зачем Коба там стоит Ну вот я и говорю Вставай А ты уверен Что мобы с такого ранжа Добегут до босса Потому что они Кастовать начинают Ну А клевать я их нормально Не смогу Потому что мне Тропон уже наставить Типа Они примерно С такого и бежали Ну вот здесь У нас крест был Вот здесь И они бежали до стола Ну там на 10 Нифига себе Ты у нас посмотри Расстояние от трусов Ну там на 10 метров Больше 10 метров это дохуя Я не знаю С какого ранжа Они начинали кастовать Когда подбегали Надо посмотреть Да они сразу В ранжа начинали кастовать Ну давай попробуем Кона убили Кона убили Они вот сюда вот подошли Типецы прям вот здесь Босс стоял вот там вот на столе И они отсюда прям кастовали Кушайте рыбу Давайте попробуем Поймем Работает или не работает Ну так что я в трусах стою? Я так понимаю Что ты хочешь РДДшников поставить В метки Чтобы они никуда не бегали Просто стояли Своими семечками И ничего не делали Тут нет Просто чтобы в 3 было Вот я с локал Монки Если кидается Я еще что не могу понять Что вот я тебя перебью Так Вышли мобы И они побежали Счет издал что они в танк побегут Почему они начнут пиздить РДДшников Которые в ромбе и в печеньке стоят Да Ну так они пиздили и здесь вот Куда я в кресте стоял Они вот туда пиздят Ну там они успевали добежать И им давали стан А тут может они не успеют добежать Вот здесь вот станут И начнут кастовать Ты хочешь короче максимально близко Чтобы прилетали мобы Чтобы они успевали добежать до босса Ладно хорошо Давай попробуем Что делаю я бью чисто босс Ты Катя Ты просто стоишь Мели и все Я бью чисто боссов Или мне Тебилов тоже бить Тебилов тоже бливаешь Тебилов тоже бливаешь Бливаешь через боссов Вот так посмотри расстояние Такое же как там Я думаю да да Ну вот примерно так Примерно так Ну главное что Вроде там есть 10 метров Что метка демона Чтобы из кружка в треугольник Допустим не перекинулась Не распространилась То есть РДДшники Сейчас по сути встают В эти метки вокруг босса И вообще никогда никуда Не двигаются Стоят тупо Все Вот смотри Все сейчас начинают Как Подходят к боссу И стоят ему под жопу Порча кинулась первая Если демон есть Выбежал в череп Порча кинулась вторая Выбежал в крест Метка демона первая Кинулась Выбежал в ромбик Вторая кинулась Выбежал в кружок А где босса танковать? Босс вот где он стоит Там и танковать В черепе Как в черепе В черепе Вы просто стоите То есть Ты что просто объяснял Первая кинулась порча выбежали в череп ну так из черепа выбежали в череп с порчей потому что что говоришь из черепа выбежать в череп спорте не в череп в квадрат мы сразу можем туда дашников поставить смотри у нас local monkey хожу ну так-то да из него какой монтах я на воде молки в треугольнике я в ромбике в кружке им даже бегать не придется на америке там как-нибудь выжил на тебе выбегут ну да куда куда угодно за босса выбегут например свободная да допустим я такую поставлю метку туда в луну на милик убежит ордашники не будут бегать только если в луну ой только из трусы а можно хожу постоять треугольники вместе с вами что мне тропу ставить надо я очень много клевом вообще не задамажит никого кому двое сам стоит этот треугольник нет давай я в треугольник хожу ромбик что да вот так тогда вот стоит треугольники хожу ты стоишь в ромбе в печеньке стоит локал в кресте стоит монки еще у нас остается еще одна метка остается квадратно у нее никого ставит я стану в квадрат тогда ну и все в принципе пропал тоже ну или не хопал становись квадрата я бегать зайдите за линию чтобы не спунилась хопалу проще в мире чтобы софта так ману устанавливать понял 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 ладно тогда я в квадрате сша бегле но ты тоже там сложите будет смотреть ну давайте пробовать что так что баффы все есть лист на бафов не словав все на мне есть не покупать так на тебя же диван давали чайку еще попью друг это победный трейд на основную мысль ребята основную мысль если на меня кинется порча я с кем-то или с ромбиком или с кружком поменяюсь мы вам скажу мысли на хуя соскадает что ручки далась и умерла демона имеешь ввиду демона демона есть и демона кинется я поменяюсь чтобы тлань кидалась на того кто ну давайте с печенькой поменяешься скажешь нам не метка там по ситуации дальше да не чтоб не запутались ты бежишь печеньку печенька бежит любой и сша там скажем дальше давайте счет на пол давида поехали герой 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 ну на локлин ну на локлин нормально онлайн ни хуя ни себя чуть чуть назад просто может топни воин чуть чуть назад может быть отойди посмотрим сейчас следующая в тебя влетит нет на меня летит ебать как он считает нахуй может две цели он считает на дальнем ранже нет ни самых дальних не типа две самая как самый дальний я самый дальний тихо тихо две дальних говорю на мне метка убегая ну стой там то дала дождь и на поменяемся с тобой по приколу не я сейчас как парень полагает менялся в этом году на меня это просто не будет так но и нахит посередине поднял на фул захожу вот так должно быть следующий нам в обозреваем там он этот монки выбеги в кружок Монки в кружок ставь Монки в кружок ставь Он меня убил Медитацию в воду защиту идти Я чуть чуть не успел там мой косяк Давай заходи Я тебя на пол держу Я с меткой Блять сдох нахуй пока добежал Виздец блять Я не вкуриваю почему так блять Короче Ну видишь это не работает Лучше оставить ту изначальную потому что У нас двоих кидалось на самый актуальный Меддемоны и плань А сейчас то что ты придумал Оно конечно нормально смотрит Но оно не работает Оказалось смотри в кружок и в ромбе Кидалось по кд Вставай быстрее Вставай быстрее Вставай быстрее Просто вокруг босса меток наставит Тогда нам проще Нам проще так же оставлять как мы Ставили двоих на рейнже Чтобы двоих Люди спорчи выбегают При такой Расстановки что рейнжевики сразу Все стоят вокруг Спорчи бегать им не надо Они стоят и бьют все спокойно Или до них не достало что ли Ебать залупа какая то Ну смотри ну первый раз про канала Вот когда я с ним поменялся Он с меткой встал в медитацию зашел И в него длань не прилетела То есть она прилетела в кружок Ну это рангом может быть был Я говорю что он может выбирать случайную цель из рейнжевиков Пиздец Ну да в принципе тогда нахуй треугольник не нужен Треугольник не нужен Тогда я говорю есть смысл просто стоять Вокруг босса его в центре танковать Вокруг рейнжевикам стоять Чтобы бегать не надо было Спорчи рейнжевикам Чтобы бегали только милики Ага 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 А сколько у нас рейнжевики 4 А до милики они должны так далеко бегать У нас 3 милика плюс подаван Ну да Миликам еще нету смысла бегать пока нет мобов Типа их ничего не взрывает им пухой Они могут бить пока нет мобов Линжевиков сколько 4 у нас Ну если хилов считать то Я без хилов 3 Ну мне тоже на ранжатором стоится У нас 4 рдд но 1 рдд нужно заходить в мили постоянно Чтоб ловушку обновлять Ну 3,5 считаем окей Ну я тоже в ранжа стою Но тебе нельзя метку демона лутать А она видишь возможно лутонется на того кто далеко стоит Ну да да тоже верно Бля ну пиздец чё Значит можно поставить метки только чтобы трое лутало Я войд и хожу Ну и монки тоже по возможности Да монки не надо потому что Если на него метка демона кинется Он не сможет забегать в мили и ставить Понял Это большая просадка Поэтому я предлагаю вот троих Босса там же держать И тогда просто у нас вот так получается допустим Крест Крест Квадрат И Порча стоите кинулась на вас метка демона Стоите вообще похуй Чё Чё Да тут один танк справляется Я не вижу зачем два танка Катя ты просто стоишь и ебашишь Да я не вам Я у него спрашиваю У нашего паладина Который стрим смотрит Это я поняла Это уже там личный скилл там Ты ничего не сделаешь Это просто нужно убивать А там щас Я умер из-за своего косяка Потому что я Затупил чуть-чуть Сфером Вот Ну вроде всё бля Сфера если чё 50% хп ресайта Да Хожу по драмп Луна локал Крест Там СС можешь локал кинуть на кого-нибудь не? Порчи бегаем Чёбольник Ну вы просто я говорю Смотрите порчи Не нужно убегать Просто вот кинулась на вас Таки всё я побежал Если мобов нету Вы стоите дамажьте дальше Вас никто не дамажит Если щиток есть Тоже скорее всего типа Мобы повзрывались Щиток пропал Съёбываетесь Не ждите вторых мобов Как ты так набираешь игре ещё Расскажи пожалуйста Кто? Ты блять Яхан просто Срывает нахуй А может он сбрасывает агро? Нет Ловушки прокают от бесов Почаще Чё давайте Чек на пол бля Да Давай Баффы чё там я не скинул Всё Вроде есть Были баффы Ладно Сейчас ляжет этот пидор заебал уже Бля давайте вот Камни возьмите На всякий случай Для тех кто в комнату в основном Мать Камни Бля Я про его забуду А они вас не спасут А это только РДД шли ко мне нужно Я вам просто надеюсь Так ладно Давайте проверяю Ань В комнате они тебя не спасут Всё Даю отсчёт Пять Четыре Три Два Один Пять Убежали В череп Давай Геру Геру А ещё дал Вижу Вот Коба на тебе порча Когда щит кончится Выбеги Но я тебя смогу обновить поэтому Стой На воиде Рвёшь Обновил Манки Просил бросил. Ебаня, откуда столько урона? Коба, убеги. Ага, щас кончится уже. Всё, мон, ты на тебя, я порча. Окей. Выхожу, я сразу выйду. Давай. На мне метка демона. Скажешь, как заходить будешь, тебе зубы да. Да. Ну, что ты там? Ещё рано, нету ещё. Да, да, ладно, умер, ебать. Дай беркать. Блядь. Даю. На мне медитация. На мне медитация. Давай, кинул тебе зубы. Да, наспокойся. Войт, дай бафы по нему быстренько. В лапку. Ты просто из фармы не выйдешь. Ебать. Хожу чуть назад, поденься. Чуть-чуть, чуть-чуть. Войт, 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 блядь, я просто не успеваю подымать. СС, Войт, СС. КД, этот, блядь, почему-то нету его. А, да, КД и СС. Не-не-не, а нету его. Был. Ты когда ушёл в комнату, он ещё... Ладно, ладно, поехал. Ебать. Он исчез, он исчез. Сука, какая-то залупа, нахуй. Ну как так, нахуй? У меня сейчас Без забагался. Как разлюбить этого ебаного босса? Как его заебал? Я его фериал, 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 и он у меня подошёл к углу и тупо на все феры стоял в углу. То есть все сферы спавнились у него, и чтобы не захилиться, мне нужно было заходить к нему. Блядь, ну вот, сколько секунд... Минута прошла боя, мы, блядь, нахилили. ХПАУ 830 тысяч, а я 616. Я хуй знает, блядь. Мы хилим, просто не останавливаюсь. Идите, чините снизу. Мне кажется, сегодня нормально всё. Мне кажется, на какие-то моменты нужно прожиматься, типа там стягивать, там, общую проживку. Просто не пойму, на какие, блядь. На бесов только разве что, там, на каких-нибудь, там, третьих, там, четвёртых бесов. Давай попробуем на третьих бесов, например, давать стяжку. Потому что там вот уже начинают на рот просаживаться. Или, может быть, перед медитацией давать стяжку. Может, 3 хила? Перед первой медитацией, так и стяжку. Ну, попробовать же можно? Нет, кстати, типа 3 хила можно попробовать, потому что он скатер. Я игрушка пойду, и всё, и будет по этому, по масс-хиллу гораздо проще будет. Просто попробовать. Скажите, одну такую вещь, под ванну тебе была порча? Порча нет. На меня не кидается она. Да ваншот. Ну, не к ваншот, там много урона зашло, я стаки не смог скинуть и не поражался. А насчёт бесов тогда будут полностью, ну, типа масс на них кидать РДДшники. Да, демоническая стрела 32 тысячи. Забей. Давай просто попробуем в 3 хила, если будет, ну, хуже, то будем дальше в 2-3. Давай попробуем. Вот я опасаюсь, что мобов не буду успевать вливать. Да попробуем. Мне кажется, у нас по масс-урону, наоборот, хорошо всё. Да, мои, ну, любо говоря, 10 процентов, там даже плюс-минус, не сильно много я даю по мобам. Типа, мне кажется, не пострадаем от этого, хотя... Я так понял, только у меня эта хуйня кидала, да, этот метеорик, типа? Нет, не только, в меня тоже летала. Он всех дамажил. А если, допустим, он в меня будет кастовать, да, вот эту хуйню? Если я притворюсь, он отменит каст? Нет, вряд ли, да? Вкусно. Непонятно пока. Ты попробуй, ты попробуй. Да, кстати. Да, ну, не стоит ему пробовать, потому что он так или иначе, с этими выбежками, и чтобы попыткой поймать бесов, он может попытаться залутать порчу. И всё, это сразу минус урон монки, минус слив бесов, поэтому не стоит этим даже промышлять. Почему он так и так может полутать? А вот материалит? Ой, не порчи, я про метку демона перепутал. Поэтому не стоит это пытаться. Надо сейчас внимательно посмотреть, дебеймится либо метка демона или нет. Вот это подважно. Ты хилбот её запиши так же, как порчу. Порча это дебаф метка демона, я имею в виду, что когда она кинется, типа. А, смотри, таймер такой. Не знаю, когда первая кидается, но медитация появляется через минуту, и тут же кидается метка демона вторая. Давай я сейчас хилботи всё-таки забью. Так, крест, пожалуйста, и переместите меня опять в РТД. К шаману, пожалуйста. Так, метка демона. Сейчас, грубо говоря, каждую минуту будет она кидаться. Вот первый, я стараюсь на через минуту. Каждую минуту, каждую, сейчас я даже тайно включу секундомер, блять. Засекать буду. Всё узнаем, ебать. Давайте погнали, потому что 10 минут осталось. Так, где я стоять буду, подожди. Ты в боссе. Да, мне лишний как стой. Чтоб тебя в комнату не закинуло. Знаешь, Катя, кого захиливай? Метку же демона видишь? Ну она, да ей будут говорить, что... Да я всех буду хилить девчон, мне будут гореть. Не волнуйте, надо именно метку демона будет жизнецветом кидать. Короче, а мы её так нафулируем. Я ей скажу, когда будет кто-то заходить, чтобы она накинулась. Скажут, я буду накидывать всевозможные подмены. Говорите, когда заходят, я ей зубы и щиток всё скину. Я всё накину. Всё, даёт. Геру. Войди, нормально. О, боже, совершенно тебе, но я нормально держу пока щит. Этих бесов выдержу. Держу, держу. А теперь хилить нехуй. Давай, давай. На мне, на мне есть ещё метка, видите? Я вижу, да, я всё забиндил. Скажешь, когда будешь заходить? Да, скажу. Сейчас с метками выбегайте, не ждите, когда я скажу. Появилась кнопка, кастуй. Заходите. Всё, тебе дал. Успела, всё, что ж могла. На мне метка демона. Ну, шо? Скажешь, как будешь заходить? Ага. Ой, сложно, войдет, подаван разваливается. Блядь, залупа, ебаный. Сука, ну шариков пять съел, потом не добежал, что-то усиливается, пиздец. Что ты, локал, будешь заходить? Да, сейчас буду заходить, давайте. Фул хоты, поднимайте. Захожу. Давай. Готов. Подавана, держим. Метка демона на мне, ебать. Ну, блядь, жди, нахуй, стой-то. Я в стороне тут постою. Скажешь, как будешь заходить? Хожу, поднимаю. Не, 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 ну это анрил. Я один раз кинул за весь бой. Он потом просто начинает всё больше и больше кастовать. Слушай, ну я бы не сказал, что в конце концов легче в 3 хила, на самом деле тоже охуеваю. Ну, типа, меня прям, пизда, там, пол ебала словил. Ну, сейчас нам стало сложнее, типа, потому что демонов меньше. Валера говорит, что вы ебашите? Типа, освободился. Кого ты там, ясно? А никого не получилось издеваться. А ты хочешь с ебаться? Хочешь с ебаться, да? Браз. Ну, сейчас напишу его. Ты как раз звонит, какой-то, ты босс ебаный. Айте, блядь, полчасика потравим ещё. Нет, так, пизду, короче, будем рано пробовать. Я просто пока, надо, наверное, ещё посмотреть видосы, как, что делают. Немножко не могу понять, как всё сделать чётко. Общая мысль очень понятна. Пока я заметил, что, типа, тут опять же, как на гневе, от танка зависит тоже нормально в плане того, что он должен быть один. Нет, нет, нет. Если он будет, если их будет, давай мы теряем ДПС по Бесам, что у нас консор, она тоже дамажит. Ну и комната, это, конечно, там. Блядь, пока мы с комнатой не разберёмся, это будет тяжело. Так, я в Хиле или в Хатя? У нас только что всё нормально было, пока комнату... Да, пока в комнате не умер первый. Потом там началось по пизде всё. Бес появились, больших вышли, и всё. Тут... А, ладно. Нельзя умирать в комнате, как я понимаю. На самом деле, очень тяжело поймать тот момент, когда скинуть стаки. Понятно. Ну, ты уже, когда умер, ты с фул стаками был? Ммм... Там у него, нахуй, один со стаками был. 17 стаков держал. Слушай, а может мне передаунтить у тебя? Да, да, да. Вот, вот, вот... Под проживкой, подержаться? Да. Можно и так делать. Сколько там? А, короче, я могу сказать, в какой момент меня нужно стаунтить. Примерно это 9... 9-10 секунда. Да, чтобы он стак кинул не на тебя, а на него. Да, да, да. Под окон, и ты просто тыкаешь незыбку и зелёну, и стаунчиваешь. Наши слесень. А меня с ума... Не, надо зелёнуку и незыбку одновременно. Это бесполезная хуйня. На самом деле. Потому что... Меньше тогда урона вылетает. Нет, типа, зелёный... Какая-то переталость, потому что у него что не летит урон. Смотри, короче, как лучше сделать. Всего лишь на первый раз можно отдать антимагический панцирь. Он поглотит полностью урон, мне кажется. Потому что хп, типа, в дд... Ну, пусть даже в дд, если он даже ещё нажмёт в этот... Власть льда, то у него ещё больше хп будет, там, за тридцатку, тридцать один. Он разберётся, выживет. Просто скажи, когда я затаунтить, и всё. Ну, у тебя он не полностью плывет, это 75%. Но всё равно это нормально будет для конок. Ну, всё равно, типа, в три хила, да, правда? Нет, нет, нет. Как работает панцирь, он, типа, поглощает 100% урона... Нет, нет, давай без флуда. Просто скажешь ему, затаунтить, и всё, он разберётся. Всё, всё. Если не справится, то не будем так делать. Так, вы мне по силам скажите, где в кота или хилом? Я думаю, блядь, ну, в принципе, это прохиливали, нет? Давайте, может, всё-таки два попробуем. Я в шп еще буду свою пати хилить, нормально. Валера сейчас зайдёт, и вы без... Ты хочешь без дц? Без дц, типа, ну да, щиты. Ну и что? Ну, никого не ваншотит, типа. То есть, хороший прохил, то дц, в принципе, не нужен. Сейчас, да. Давай попробуем сначала без дц, типа, всегда успеем сдаться. Давай. Владя, а чё, у тебя есть каска 8%? Не, у меня кончилось. Я же говорил, надо барабаны сделать. Шкаф. На самом деле, это тебе, брас, чтобы вместо пинците освободилось. Полчасика, говорю, подравим, это тоже уже... А, подождите, не сумоньте, пусть брас выйдет. Вот сюда, иначе не присумоним. А, где лови. Брас уступить тебе решил. Там знаешь, в чём фишка? В том, что это, когда медитация появилась, кнопка, а метка, она усиливается. То есть, как проклятие агонии у лока. То есть, последние тики, они шортают почти. Вот, плюс ещё там без дамажить в комнате. Бля, ну, с другой стороны, видишь, я позволяю людям с порчей не выбегать сразу. Типа, щитки поедают этот урон. Тоже, типа, заебись. Ну, а так нужно будет выходить на целых 20 секунд. Ну, да, типа, можешь всё-таки тогда в 3 попробовать. Давай в 3 попробуем, там посмотрим. Можете, долбою, его тактику объяснить? Твоя тактика, стоять под лосом и хелестом. Никуя больше не делаешь. Просто стоишь в черепе и никуя не делаешь. Нет, ты вносишь порча, когда на тебя. А куда выносить? Выносить в трусы. За босса в трусы. Ну, типа, смотри, если на тебя мой щиточек живой, то, конечно, можешь не выносить. Тут будут падать метеориты в людей, которые стоят в квадрате, кресте и луне. Метеорит падает, наносит урон и 4 мобы появляются. Они бегут к танку и их заливают там. А когда мобы умирают, они взрываются. Типа, если на тебе сильно порчат, то оно как у Лока работает, ты типа взорвешься. Понимаешь? Но на тебе, если мой щит, ты, конечно, оно не взорвешься. То есть, если пока щит живой, то можешь стоять. Щит лопнул, убегай нахуй. Ты вторую волну обувь не выдержишь. Понял? Угу. Ну, топ, я... Как рыбу? И переоденьшь моджей. А в чем проблема? А то как-то оснасмотрительный забудешь. Я в хиле. А в чем проблема? А в чем проблема у бразильца? Что не так с ним? Ну, он просто не хочет, сказал заебался. Хочу посмотреть. Он под заебался, да. Похилу нормально все. А у нас просто, когда в комнате кто-то умирал, выходили большие бесы. И у нас шло полностью по пизде все. Еще не однократно. Перепьем флаг. Нет, на скоба прошел. На скоба прошел. На что пить? На соброт. На соброт. И Паша вообще пиздец.